Согласно нормам Налогового кодекса Российской Федерации, граждане имеют право на возврат уплаченных именологов на доходы физических лиц в связи с понесенными расходами на покупку жилья, на лечение, обучение и прочее. Однако в последнее время фискальный орган фиксирует наплыв желающих получить налоговый вычет по дополнительным взносам на накопительную часть пенсии. Этот ажиотаж связан с тем, что через социальные сети гражданам поступают памятки с подробной инструкцией, как, используя данные пенсионного фонда, заполнить декларацию 3НДФЛ и в конечном итоге получить возврат по дополнительным взносам на накопительную часть пенсии. Но фактически в данной ситуации люди, которые сейчас представляют декларацию, фактически расходы такие не несли. За них несли расходы работодатели. Возврат мы имеем право заявлять только в том случае, когда мы фактически сами осуществили какие-либо расходы. Повторим, что данный социальный вычет вправе применить налогоплательщик, который за свой счет уплатил дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Если эти дополнительные взносы за налогоплательщика уплачивал его работодатель, социальный вычет физическому лицу не предоставляется. Есть и еще один подводный камень. Если гражданин ранее уже заявлял о социальных или имущественных налоговых вычетах и фактически получил возврат по ним, то при предоставлении декларации только по возврату по взносам на накопительную часть пенсии его ждет разочарование. Получается фактически те расходы, которые они ранее заявили и по которым получили возврат, они получается, что отказались, потому что каждая последующая декларация представляемая, она считается уточненной декларацией, то есть в изменении предыдущей. И получается ситуация, что люди представляют и заявляют только страховые взносы, они отказываются от ранее полученных возвратов по НДФЛ. Как нам пояснили в инспекции, отказ от ранее полученного налогового вычета не допускается. Чтобы этого избежать, гражданам необходимо представить в налоговый орган уточненные декларации, отразить заявленные за тот же период налоговые вычеты и исключить вычеты, которые они фактически не несли. Чтобы не оказаться в нелепой ситуации, налогоплательщикам все-таки нужно внимательно относиться к тем рассылкам, которые они получают в социальных сетях. И помнить всегда, что возврат налога можно получить только в том случае, если заявитель фактически сам понес расходы. Не забывайте также, что заявление на необоснованный возврат налогов может быть квалифицировано по статьям Уголовного кодекса.